Давайте мы будем начинать. Следующим нашим докладчиком будет Паша, который приехал к нам из Рязани. Он тоже работает в EPUM. Он нам расскажет про свой суровый опыт продакшена с Polymer и как же они с ним сражаются и куда они дальше будут двигаться. Встречаем Паша. Вот, да, замечательно. Как уже сказали, меня зовут Паша. Я приехал к вам из славного города Рязани. Он на самом деле очень близко к Москве, а не за Уралом, как многие думают. Так что мы не варвары. Мы умеем делать всякие крутые штуки. У меня нет всяких клевых тайтлов. Я просто разработчик. У меня нет очень большого опыта, которым я мог бы тут размахивать. Поэтому то, что вот я вам буду сейчас рассказывать, это сугубо мое мнение о том, что творится у нас на проекте, как с Polymer мы работали, какие выводы из этого я сделал. Я надеюсь, что вам будет интересно. Перед тем, как попасть на проект, на котором я сейчас, я достаточно долгое время работал с XJS от Сенча. Кто-нибудь работал когда-нибудь с XJS вообще? Грустные люди. Вот. Работал я на нем, работал у нас. Я работал с тем же самым заказчиком, с которым работаю сейчас. У нас была большая такая приложуха для хранения документов, рекламы, паблишинг, там всякого. Куча галочек, куча формочек. Вот такой вот угрюмый серый дизайн. Как работать с этой штукой, я не знаю. То есть я работал с ней долго, я не научился с ней работать. Там нужен специальный человек, который приезжает и учит людей с ней работать. И в какой-то определенный момент ко мне подошел мой лид и сказал, что типа чувакам это надоело, они купили новый дизайн и хотят новую приложуху, которая будет делать часть вот этого всего, но при этом будет еще красивой, удобной и интуитивной. И выкатили нам вот такие, собственно, требования. От нас ожидалось, что мы сделаем SPA красивый, шустренький. Выкатили нам дизайн, но предупредили, что дизайн не финальный, а зная нашего заказчика там вообще могло все перевернуться с ног на голову. Мы были к этому в принципе готовы. Ну и так в общем-то и произошло. У нас фичи нашего приложения, одна из фич, простите, заключалась в том, что у нас некоторые формы хранились за дремучим слоем бэкэнда из всяких сервисов в виде джейсонов, то есть там типы, которые описывали поля в форме, как они должны рендериться, там что за дизейблено, что не за дизейблено, какие там possible values. Нужно было короче вот это все учитывать, что там будут прилетать вот эти данные, мы будем их рендерить. Должно было работать, когда мы стартовали в новом хроме, в новом файерфоксе, в новом сафари и на айпадах. Никакого Е вообще. Должно быть красивым, в отличие от приложения на xjs. Профт-офф-концепт нужно было очень быстро. В пределах месяца у нас там был список фич, которые нужно реализовать и показать, и чтобы все было круто. Но зато нам разрешили делать вообще все, что захотим. Колбасите на чем хотите, чуваки. И мы решили, то есть вот одна из немногих формочек, которую мне разрешили показать из начального дизайна. Отсюда вырезали все опознавательные знаки. Да, на самом деле вот здесь было лого маленькое. Выглядело это… Должно это выглядеть вот так. То есть это у нас страничка создания нового документа, обычного текстового. То есть вот она, вот это наше чудо-форма, которая рендерится по данным, которые прилетают нам там непонятно откуда. Здесь мы переключаем вьюшки. То есть тут у нас типа поиск. Еще что-то, еще что-то. Несколько вью, короче, отдельных. Легко заметить, да, что это разбивается все на отдельные компоненты. То есть здесь у нас переключалка вью, табы. Здесь у нас дроп зона. Здесь у нас вот эта вот форма большая, которая состоит из отдельных филдов, которые рендерятся по данным. Здесь у нас тоже какие-то импуты. Здесь там тулбар. И мы решили, а что бы не веб-компоненты. Как бы модно. Ну то есть не мы решили, элит мой так решил. Я на тот момент про веб-компоненты вообще ничего не слышал. То есть я работал с XJS, у меня был свой маленький такой уютный мирок. Оказалось, есть такие штуки, да. И решили работать с веб-компонентами. Как я уже сказал, я о них вообще ничего не знал. Мой лид посоветовал мне посмотреть видюшки Эрика Байдлмана. Это чувак, который стоит во главе угловского проекта Polymer. Он же входит в Chrome Developer Team. И он у них такой евангелист веб-компонентов, короче. То есть он делает видюшки о том, как веб-компоненты изменят мир веб-разработки, вылечат веб от рака, починят там голод, все мировые проблемы. Клево там устраивает всякие экшн-демонстрации веб-компонентов. Ну и мой неокрепший разум молодого разработчика повелся, короче, на всю эту фигню. Я дичайше угорел по веб-компонентам. Начал смотреть там все видюшки, читать, пробовать, пока мы там быстренько сетапили бэкэнд. И веб-компоненты – это очень круто. То есть даже несмотря на то, что я проработал с ними уже полгода, и у нас там были свои косяки, я считаю, что это очень крутая технология, и что как только она будет имплементирована во всех браузерах, она будет настолько же революционной, насколько революционной был когда-то HTML5 по сравнению с тем, что было до этого. Это очень важно, и начать, я считаю, нужно как можно быстрее, чтобы быть в тренде, потому что это будет… это наше будущее. Я больше, чем в этом уверен. Что, собственно, такое веб-компоненты? Веб-компоненты – это собирательный термин для четырех спецификаций, которые приняты в A3C. Собственно, темплейты. То есть это кастомный тег для темплейтов. Раньше темплейты хранили мы в скриптах в виде строк. Почему бы не добавить просто темплейт до сих пор, но не после веб-компонентов? Когда будут веб-компоненты, не будем так больше делать. То есть семантик веб, вот ты видишь, там в HTML коде у тебя темплейт. Ну это темплейт, а не скрипт какой-то непонятный с ID-шником каким-то. Ну и, собственно, кастомные элементы. То есть если у нас и так есть элементы, там всякие разные, типы того же темплейта, почему бы нам не создавать свои элементы? Те, кто работали с ангуляром, ну куча народа уже работала с ангуляром, да? Кто работал с ангуляром? Ну вот, то есть для вас это не новинка. Кастомные элементы колбасим там уже сколько куст. Из-за памятных времен. Раньше колбасили мы их там магией ангуляра или магией эмбера или чего там угодно, что создает свои компоненты. А тут у нас будет ванила, путь, как регистрировать веб-компоненты, которые будут понимать браузер, сразу строить для них дом. И работать это будет все намного шустрее. Ну, html-импорты. У нас есть скриптовые импорты, есть импорты стилей. Почему html мы раньше не импортировали? Мне тоже кажется, что это логично. Вообще спецификация веб-компонент, она очень логична. Я когда узнал об этом, я реально задумался, почему этого раньше всего не было. То есть к этому рано или поздно должно было все прийти. Ну и самое крутое... Ну как, они все крутые, но Shadow DOM мне нравится больше всего. Из них из всех. Что из себя представляет Shadow DOM? Мы можем создать кусочек дома отдельный и прикрепить его к элементу. Этот элемент будет называться host. И верхняя нода нашего маленького дерева будет называться shadow root. И доступ к этому shadow root будет иметь только хост, только этот элемент. То есть извне нельзя будет не выселектить то, что находится в shadow дереве, не применить стили какие-то. То есть инкапсуляция. Это же круто. Как с поддержкой дела? В хроме... Прошу прощения. В хроме это полностью поддерживается с версии 42. 42. Ответ на все вопросы у нас. Ну и соответственно в Opera тоже. В Firefox поддерживаются нативно только темплейты. У них там свой движ. У них есть своя библиотека для реализации веб-компонент. Они там что-то непонятное мутят. Но я думаю в конечном итоге они все равно придут к нативной имплементации всего этого дела без полифилов. В Safari тоже только темплейты с Shadow DOM и кастомными элементами. Там забавная тоже история. В начале прошлой весны у них появилась частичная поддержка кастомных элементов и импортов, насколько я помню. Но потом они ее выпилили. И вывели в отдельный бранч. И вроде как в бранче сейчас они там что-то ковыряют. У них создаются там в трекере тикеты даже. Что-то они там делают. Так что надежда есть. Может быть когда-нибудь они там это все допилят и вольют обратно. И все будет работать. Как только мы решили, что мы будем уже использовать компоненты на нашем проекте, нам нужно было решить, как мы будем с ними работать. Ванилу путь работы с веб-компонентами он все-таки страшноватый. Там очень много кода такого служебного чисто. Там зарегистрировали элемент, выселили тимплейт, там достали из него inner html, засунули там куда-то, создали там JS опять же shadow root, куда-то прикрепили. Некрасиво, короче, получается. Проект у нас стартовал в начале прошлой осени. И у нас на тот момент было три варианта. Это три библиотеки, которые добавляют сахар над веб-компонентами. Ну и фичи всякие. Полимер, собственно, от Google. Спойлер, да, что мы выбрали. Икстег от Mozilla и бозоник от авторов бозоник. Но они на сайте так даже называются. В итоге мы выбрали полимер, как несложно догадаться. И выбрали мы его из-за чего. Икстег, бозоник, они вот именно что добавляют, только синтаксический сахар и полифилы к веб-компонентам. То есть заставляют их работать в браузерах, в которых они не поддерживаются. И вводят свой синтаксис для их регистрации. И они, что бозоник, что икстег, они более JS-ориентированные. То есть там вся регистрация происходит в JavaScript. Темплейты, опять же, там достаются в виде строк, добавляются. И выглядит это лучше, чем ванила, но все равно не очень здорово. И на тот момент, когда мы стартовали, у них полифилы были хуже, чем у полимера. То есть они работали медленней, и покрытие браузеров у них было меньше. В итоге мы выбрали полимер. Выбрали мы полимер из-за синтаксиса, потому что в полимере есть кастомный веб-компонент, который используется для регистрации компонентов. Экзибиту бы понравилось. То есть компонент, ему в тело мы передаем там темплейт, передаем наш скрипт с регистрирующим там JS-ом и стиле. И то есть все. То есть это отдельная HTML такая. Можно ее положить куда-нибудь. Об этом я расскажу еще потом. Помимо сахара полимер еще добавлялся всякие штуки, которые мы привыкли уже увидеть в современных всяких либах и фреймворках. То есть это the way data binding и для темплейтов всякие крутые штуки, типа репитов, кондишеналов, фильтры, как в ангуляре, экспрессионы, как в ангуляре. Что еще было очень важно. Помимо того, о чем я уже сказал, в пакет полимеров входят два больших пакета уже написанных компонентов. То есть это material design компоненты, которые идут с приставкой paper. Кстати, по спецификации кастомных элементов все элементы, которые мы регистрируем, должны иметь черточку. Типа так мы показываем браузеру, что это наш кастомный элемент, поэтому они все с черточками, если заметите. Material design, вот этот Android 5, кнопочки, вся фигня, ripple эффекты. И не менее, достаточно большой набор core элементов. То есть это вспомогательные всякие элементы, которые в любом случае потом бы, скорее всего, пришлось бы самим писать. Они тут уже написаны. О них я расскажу. Полимер также содержит в себе достаточно удобную систему лояутов на фликсбоксах. То есть если вы не умеете верстать, как я, на фликсбоксах можно все равно верстать. И Web Components.js это сейчас отдельная большая либа, которая включает веб-компоненты везде, кроме Legacy Android, там до 4.0, которые браузеры, и EE до 10-го. Раньше она была частью полимера. Называлась она Platform.js. Ну и, собственно, один из самых больших, на самом деле, факторов, почему мы выбрали. Ну, собственно, как это выглядит? Вот у нас мы подключаем там наш скрипт, то есть Web Components.js, это полифилы. HTML-импортом импортируем полимер, который в HTML как библиотека, импортируем какой-то наш там элемент, ну и добавляем его в HTML, передаем ему там какой-нибудь атрибут. Как выглядит его объявление? То есть вот он, вот этот их компонент кастомный для регистрации компонентов. Задаем ему имя, прописываем ему, какие у него есть атрибуты. То есть, да, у нас там было слово. Вот он. Описываем ему стили. Вот у нас хост. То есть если мы прописываем стили, начиная с псевдоселектора хост, это значит, что они будут применяться к тому, что лежит в Shadow DOM. То есть если мы зададим нашей P там color red, то где бы мы снаружи не задали там color какое угодно, она все равно будет red. Потому что у нее внутри так задано. Вот наш template. Вот там биддинг всем привычный. Биддимся там на атрибут, который мы передаем. Ну и JSON для регистрации. То есть обработчик. Все достаточно просто, достаточно аккуратный синтаксис, я считаю. И у нас много таких уже компонентов и выглядят они в принципе красиво. Вот готовые paper элементы. То есть там кнопочки, переключение табов, там чекбоксы, слайдеры. Вот это вот все. Там эрии поднятые с тенями, иконки. Круто. Там очень много всего. Мы когда только начинали, мы большую часть просто брали готовые компоненты, кидали их там и стайлили. То есть самим даже не приходилось ничего делать толком. Core элементы. Core элементы поинтересней. То есть вот Core Ajax. Вот его всегда показываешь людям, он делит их надвое. Одни говорят, о, круто, можно Core Ajax делать запросы без JS, а другой вы что делаете? Типа совсем поехали. Мне нравится. Вот я из первой половины. Ну то есть добавляете тег, там урлы, он сам, когда прорегистрируется, загрузит данные, выкинет их там в хендлер, и все круто. Действительно без JS. Или там вот такие штуки, типа там Core Collapse. Засунули внутрь какую-то там вьюху, обернули ее в Core Collapse, потом выселектили там по ID, вызвали toggle и все это красиво там свернулось с анимацией. Это удобно. В конечном итоге, когда мы там посовещались, посмотрели на другие библиотеки, стэк нашего проекта выглядел вот так. То есть у нас там полимер для веб-компонент, лес для стилей, грантом решили собирать, bowler для dependencies и ангуляр. полимер. Зачем? Казалось бы. Но важно сказать, что полимер это не фреймворк. Это библиотека. Это библиотека, которая дает сахар над веб-компонентами, дает там чуть-чуть красивых всяких штук для работы именно с темплейтами и собственно все. На голом полимере очень сложно хорошее приложение построить, чтобы там было много всего. Они добавляют новые там core элементы, и core элементов становится все больше. Там появился и core роутер, и core там всякие большие transition пэнелы. Но зачем? Там страшно выглядит на самом деле. Чем больше накидываешь их, неважно. Мы рассматривали и другие варианты. Ember, Knockout, на чем можно было строить тогда приложение. Мы больше даже склонялись сперва к варианту наколбасить все на ваниле и с бэкбоуном. Но потом решили, что это, наверное, не стоит все-таки. К тому же у меня на тот момент был уже чуть-чуть… То есть мы вдвоем стартовали проект. Лид, который может там все, ему вообще все равно. И я, который может чуть-чуть. И у меня был опыт уже с ангуляром на тот момент. То есть я там проходил менторинг, сам ковырялся и решили, что так будет проще. В ангуляре сразу много удобных всяких штук. Там independence, ejection, роутеры сразу с ним идут. Там два даже. Ну один на самом деле. Кул, промисы уже сразу с полифилами обернуты. То есть удобно. В дальнейшем выяснилось, когда мы свой стэк предоставили и сказали, типа, мы выбрали ангуляра. Они такие, о чем вы еще выбрали? Типа, когда сказали single page application, мы хотели ангуляр. Такие, ну ладно, попали. Вот. И на тот момент уже было известно, что ждать приблизительно от ангуляра 2.0, что директивы станут там веб-компонентами. И мы решили, что раз уж мы используем веб-компоненты и так, то в планах было бы круто, если бы мы смогли переехать на ангуляр 2.0. И на самом деле это один из важных принципов, по которому вообще архитектуру нашего приложения строили и в принципе до сих пор работаем. То есть в надежде переехать на ангуляр 2.0. Мы такие сидим на чемоданах как будто бы. Собственно веб-компоненты. Как с ними работать? Вот ты добавил тег и нужно с ним что-то делать. Есть 4 способа, как взаимодействие с компонентом. То есть компонент, что из себя представляет? Это дом-элемент, которому присобачен прототип. То есть мы выселекчиваем по ID веб-компонент и мы можем менять у него дом-атрибуты, его просто property и можем вызывать методы его прототипа. Компонент изнутри, в свою очередь, может видеть изменения своих дом-атрибутов, может видеть изменения своих property и может выкидывать наружу ивенты. В конечном итоге мы решили, что с property и атрибутами особо мы ковыряться не будем, а будем выставлять данные или изменять state через методы, а компоненты нам на это будут отвечать ивентами наружу. То есть как мы решили вообще строить приложение наше? Никаких директив в Angular. У нас же есть веб-компоненты. Зачем? Не будем тогда писать директивы. Все просто. Веб-компоненты круче, чем директивы. Я вам говорю. Никакого data binding в Angular мы решили не использовать. То есть это был не изначальный план. Во-первых, было неизвестно, выпилят они его из 2.0 или не выпилят на тот момент. Мы надеялись, что не выпилят. Но мы не смогли нормально реализовать data binding прямо вот, чтобы из Angular в атрибуты полимера и в полимер прямо в темплейты. Сперва мы там свой костыль намутили на mutation observer. Он работал очень плохо, очень медленно и не всегда что неприятно. Потом появилось там готовое уже решение, которое позволяло это сделать, но оно тоже все равно работало медленно. И мы решили, что черт с ними. Не будет у нас data binding. Как казалось, кстати, не проиграли, потому что мы их выпилили из Angular 2.0, а у нас их нет. Мы решили, что у нас все данные мы будем тянуть через сервиса Angular. Вся логика о том, что рендерить и вообще большая часть логики у нас будет в компонентах. А контроллеры Angular у нас будет один контроллер на отдельную вьюху, и он будет отвечать только за то, чтобы раздавать данные нужным компонентам и реагировать на их ивенты, что там куда выкинуть дальше. И потом, как выяснилось, это тоже было хорошее решение, потому что контроллеры у нас превратятся просто в компоненты Angular. Там у них есть такие внешние типы компоненты. Это будет круто все работать. Мы придерживались концепции, что веб-компоненты не имеют никакого представления о том, в какой среде они работают. То есть мы решили, что они просто получают данные там какие-то через сеттеры и выкидывают какие-то ивенты о том, что нужно сделать. Ничего решили туда не инжектить, не прокидывать никаких ссылок ни на контроллеры, ни на скоп, ничего. Тут мы избавились от сложности, которая у многих есть с директивами, типа наследование скопов и вот эта вся фигня. Забудьте, не нужно больше. Это тоже выпилили из Angular 2.0, кстати. Ну и, собственно, веб-компоненты должны как можно меньше зависеть от других веб-компонентов, чтобы можно было их просто отдельно импортить, какой-то веб-компонент выкинуть, переставить другое место, чтобы модульное было приложение. И в итоге выглядело это достаточно просто. То есть у нас есть контроллер, который тянет там данные через сервиса или там паблишит данные какие-то. Сервисы работают с RESTful API, контроллер вызывает методы там над веб-компонентами, веб-компоненты выкидывают наружу ивенты. Достаточно все просто. Ивенты обрабатываем там в Angular, ну в контроллере и что-то делаем. Что получилось? Все получилось. Приложение мы накидали очень быстро по нашим там по списку требований. Мы все выполнили. Прошли успешно пару демо. Все у нас работает. Приложение получилось достаточно расширяемое. То есть сейчас активно оно разрабатывается. Нас больше не двое. Нас теперь больше. И, как оказалось, кстати, люди без опыта работы с полимером очень быстро вообще в это все дело въезжали. Особенно если ты знаешь, как директивы работаешь, как директивы работают, то с компонентами работать как-то проще, потому что там никаких тебе проблем вот с этими там скопами, там что-то PostBind, PreLink, что-то Template, Transclude. Нет, просто веб-компоненты. Все здорово. Более того, наш успех привлек внимание заказчика к веб-компонентам. То есть у нас несколько проектов там с ними. И у них есть еще своя команда, которые тоже пили там внутренние проекты. И я точно знаю, что у них внутренняя команда одна начала что-то делать на веб-компонентах. И у нас в локации сейчас идет proof of concept перепила одного приложения с использованием веб-компонентов. То есть мы растем. У нас экспертиза скоро будет в локейшене. Из того, что еще получилось. Shadow DOM, вот чего нет как раз в директивах Angular, оказался очень крутой штукой, потому что инкапсулирование стилей, оно дает возможность перетащить все что угодно вообще куда угодно. То есть у нас было там search view, тут не очень видно. Тут у нас дерево, которое коллапсится там с сохраненными вариантами поиска. Тут, собственно, результаты поиска, там переключение между view. И у нас дизайнеры решили, что давайте сделаем еще диалог такой. Тоже с поиском в другом месте. Не спрашивайте. Зачем? Но надо было. И что мы сделали? Мы взяли просто вот те же самые все компоненты, там вот этот там search 3 наши, там кнопочки, все переключения, вкинули их просто в диалог и оно все там стало на свои места. Ничего нигде не сломалось, стили-то все внутри. Там вот эту вот кнопочку чуть-чуть мы присайзили. И вот на это добавили там цвет и все. То есть это сделалось там буквально за пару часов. Я считаю, что это очень круто. Это здорово. Это самописные компоненты. А если можно чужие компоненты так брать? А если сделать целые репозитории компонентов, да, и вообще их подтягивать через, ну, с репозиториев, то это вообще же будет все здорово. Они же еще будут и браузером кэшироваться. И если ты используешь одни компоненты на разных, в разных приложениях, то они будут загружаться быстрее. Я считаю, что если нормально это все сделают, то это будет очень круто. В добавление к этому у меня теперь есть история, которую я могу рассказать. Ты же никому не расскажешь о том, как ты с XJS работал. Это скучно. А вот это можно рассказывать. Это здорово. Что не получилось. Многие компоненты, особенно по первому времени, у нас стали очень сильно раздуваться. То есть когда мы и так старались вроде контроллера ангуляра держать не сильно забитыми, так у нас еще и компоненты начали из них логику выжирать внутрь, потому что в компонентах хотелось все писать не в ангуляре, но и по логике так получалось. То есть у нас в конечном итоге от компонентов осталась только прослойка, которая данные между ними перекидывает. Можно будет заменить это потом просто одним внешним компонентом каким-то. и пришлось нам периодически начинать делать декомпозицию компонентов, разбирать их на более маленькие, смотреть, что там как, где у нас что раздувается. Сейчас дела лучше, но до сих пор у нас там есть некоторые компоненты, которые достаточно сложные. То есть там уже и код такой раздутый, и пока не очень понятно, как бороться с этим. Мы решили сперва, что мы будем все данные сервера получать через сервисы ангуляра, то есть через http-сервис ангуляра, и у нас таким образом получалась единая точка входа в приложение, где мы отхватывали там все ошибки, 500-ые, аутентификацию и вот это вот все. Но когда у нас компоненты начали входить в компоненты, которые входят в компоненты и в которые входят другие компоненты, и компонент там снизу выкидывает наверх ивент о том, что ему нужно получить какие-то данные, а их там 10 таких компонентов, потому что это формочка, контроллер выглядел страшно. Им нужно было вытащить через сервиса все данные, и мы решили, что ну бог с ним, наверное, надо дать возможность компонентам жить. полноценной независимой жизнью и написали там свою обертку над Core Ajax, заэкстендили его. Можно экстендить, кстати, компоненты. Это тоже очень круто. Просто методы добавляешь туда свои и все работает. И они стали полностью независимыми. То есть ты его добавляешь, он там тянет данные, допустим. Ну вот мы так сделали с нашими чудо этими полями, которые теперь сами лезут за своим типом и по типу себя там рендерят. В некоторых местах это не починило ситуацию, и пришлось через Angular заинжектить туда сервиса. Это наш маленький проигрыш. Я думаю, мы с этим еще разберемся. Мы так и не научились, как это все собрать нормально и сминифицировать, чтобы было все круто. Потому что сперва у нас был Proof of Concept, потом у нас были дополнительные всякие фичи, и времени продумать, как это все круто собирать, грантом у нас не было. А когда мы взялись, оказалось, что там есть подводные камни. Потому что у нас есть вьюхи Angular, у нас есть, собственно, JS Angular, у нас есть стили внешние, есть отдельные HTML для каждого компонента, в который каждый перелинкован отдельный скрипт с кодом компонента и стилем компонента. Это все нужно зарезолвить, слепить, и мы не стали пока заниматься. Готовых таск с этим нет. То есть нужно свое там что-то колдовать в гранте, пока забили. Так же, как, собственно, и тестировать компоненты забили. Причем, если первое – это проблема решаемая с билдингом, то с компонентами там действительно проблема. Потому что тестировать их крайне неудобно. Для того, чтобы протестировать прототип компонента, нужно, чтобы компонент браузером зарегистрировался. То есть его нужно добавить в дом. И тут, там тоже начались какие-то костыли. Мы пробовали их тестировать, но в конечном итоге пока сдались. Надеюсь, мы к этому еще вернемся. А может быть, чуваки из Polymer пока тем временем придумают какое-нибудь тузоудобное. И когда мы стартовали, Polymer был в developer preview, но он и сейчас developer preview, но там было совсем preview, preview. Версия 0.4 и с переходами иногда они нам ломали куски приложения просто. Приходилось переписывать код и было чутка неприятно. Возвращаясь к тестам, то есть вот у нас jasmine-тест. Мы хотим в jasmine протестировать наш элемент. И получается, что перед каждым тестом нужно создать контейнер для элемента, воткнуть туда html этого элемента и подождать, пока он зарегистрируется, и потом удалить. И это как-то не всегда срабатывает, и мы решили, что пока не будем ничего с этим делать. О переезде на Angular 2.0. Из того, что известно сейчас, сервисы у нас переедут вообще практически без изменений. Чуть-чуть синтаксис у них там поменяется. Контроллеры Angular станут у нас компонентами Angular, тоже практически без изменений. Так как у нас нет way data binding, то его отсутствие нас ничем не ограничивает. Полимер-компоненты останутся у нас целиком, потому что Angular 2.0 будет работать с директивами приблизительно так же, как мы и так работаем со своими компонентами, потому что директивы будут компоненты. Он будет работать через ивенты и через one way data binding, только он выставлять будет данные не методами, сеттерами, как мы сейчас это делаем, а аксессорами JS. Так что мы готовы. Я думаю, мы без проблем переедем, когда придется. С переездом, ну, планы на полимер 1.0. Вот сейчас 0.8 в альфе ранний и там все плохо. Ну то есть как-то там все хорошо в плане того, куда библиотека движется, но для нас это плохо. Во-первых, они добавляют абстракцию над shadow DOM, которая называется shady DOM. Эта абстракция будет использоваться и в Angular тоже. Это какой-то очень шустрый полифил для shadow DOM, и на самом деле это хорошо. Но он вносит изменения в синтаксис стилизования элементов. То есть нам придется код переписывать. Ну и вообще придется много кода переписывать. Биднинги работают быстрее в нем, но они там намного проще. То есть там нет теперь экспрессионов. Two-way data binding они не рекомендуют использовать, потому что он медленней и как-то так. Всякие штуки по работе с темплейтами, типа repeat, conditional и всякие такие штуки теперь не часть синтаксиса полимера, а для этого будут отдельные core-компоненты. То есть работать это все еще будет, но опять придется код переписывать. И относительно 1.0 вообще непонятно, куда это все движется и что они решат делать, пока они идут по тому же пути, по какому идет Angular 2.0. То есть они хотят как можно меньше сделать библиотеку, которая добавляет какие-то фичи, а они хотят сделать библиотеку, которая упрощает просто работу с веб-компонентами. Ну, ссылки, да, собственно, полимер project.org. Там очень много всего. Там хорошая документация. Сделан он на полимере. Сделан он неплохо. То есть там прям по сурсам можно смотреть. Бест-практис. Клевый сайтец. Webcomponents.org. Webcomponents.org. Тоже несложно запомнить. Это сайт, на котором сейчас собираются все новости про веб-компоненты. Там можно посмотреть, как с поддержкой сейчас дела, статейки какие выходят, полифилы. Там написано и про полимеры, и про x-tag, и про бозоник. Тоже, как бы, если интересно, советую туда заглянуть. Component Kitchen – это большая такая свалка уже готовых компонентов, написанных на всяких штуках. И на ваниле, и на полимере, на всем. То есть можно оттуда их прям качать, вставлять и использовать. И там очень много всего. Там не всегда клевое качество того, что написано. Но с этим всегда так бывает. На начале, когда community стартует. Ну и, собственно, твиттер Эрика. Тоже достаточно просто его запомнить. Он постит всякие клевые штуки, репостит видюшки про полимеры, иногда про котиков. Можно на него подписаться. Вот. И на этом, я думаю, я закончу. Возможно, даже у вас есть какие-то вопросы ко мне.